МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 августа 1944 года. 1150-й день войны. Сегодня завершилась Осоветская операция. Войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Осовец, форсировали реку Бебжа и захватили плацдарм в районе населенного пункта Шафранки. Советские войска перешли в наступление в районе Сандомира и окружили 42-й армейский корпус противника. Наша авиация бомбардировала железнодорожные станции в Восточной Пруссии. Уничтожено несколько воинских эшелонов и три служебных здания. Первый Белорусский фронт. Наша 2-я танковая армия начала наступление к югу от Варшавы, а 47-я полевая армия к северу от польской столицы. Однако их атаки были отбиты 4-м немецким танковым корпусом СС. Первый Прибалтийский фронт и группа армий «Центр». Началось наступление немецкой 3-й танковой армии. Она движется на Рижском направлении и теснит части нашей 51-й армии. Франция. Генерал Брэдли, опасаясь за обнажившиеся фланги своей армии, приостанавливает наступление на Фалес, тем более, что канадские войска все еще не взяли этот важный пункт фронта. Таким образом, у немцев открылся 20-мильный коридор для выхода из мешка на запад. Труженики Алексеевского сельсовета Новосибирской области уже выполнили план хлебопоставок и сейчас дают государству хлеб сверх нормы. В одном из поездов, курсирующих по маршруту Свердловск-Москва, оборудован вагон-кинозал. Одновременно в нем могут разместиться 60 пассажиров-зрителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова